Со старта синие пытались привести игру к воротам гостей, но закрепиться в своей зоне те не позволили. Уже на пятой минуте Тамбов выполнил опасный прострел, мяч пролетел в сантиметрах от штанги. На 12-й минуте эта тактика принесла результат. На последнем рубеже атаку замкнул Бобырь. После такого начала встречи Тамбов еще долго не мог собраться. Без оглядки на разницу в турнирном положении химики взяли игру в свои руки. Много верховой борьбы и красивой игры. На 20-й минуте Тамбов все же смог привести мяч к нашим воротам и ударить, но книга сравнять не позволил. Тамбов выглядел несколько растерянно. Лишь на последних минутах гости смогли по-настоящему пощекать от нервы нашему вратарю, но мячи в ворота так и не залетали. Второй тайм гости начали агрессивнее. Спустя 10 минут после розыгрыша штрафного атака тамбовчан увечалась успехом. Красные буквально задолкали мяч в сетку. Тамбов нашел свою игру. После забитого мяча красные неплохо закрепились в нашей зоне. Пробиться сквозь оборону гостей у нефтехимика получалось с трудом. Наши парни пытались прорваться по флангам, но снова желаемого результата не было. Победа нужна была любой ценой. Тамбову было достаточно ничейного результата. Нас такой расклад не устраивал. Концов игры прошла под диктовку нефтехимика, но как ни старались подопичь нутку Любавы и перевести счет в свою пользу у них так и не получилось. Ничья 1-1. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы свои моменты не забили в концовке, и поэтому вот такой результат. Я думаю, что соперник, скажем, им пришлось какое-то потратить время на адаптацию, к полю. И поэтому мы первые забили, я считаю. Думаю, что если бы не этот огород, то эта команда играла бы, мы не переходили бы во вторую лигу. Потому что здесь много футболистов, которые достаточно квалифицированы, могут играть в футбол, что они сегодня и демонстрировали, и могут еще при этом биться. Впереди нефтехимика последний матч ФНЛ. В эту субботу у Нижнекамска прибудет Красноярский Енисей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова